И все-таки 4,5 года. Городской суд вынес приговор благовещенскому водителю, сбившему студентов УОКЦ. 33 страны в копилке. Путешествующая по всему свету пара из Канады посетила столицу Приамурья. Мороз и йога – день чудесный. Благовещенка поддерживает молодость с помощью осан на снегу. В транспортной карте закончились средства. Водитель частного маршрута ударил пассажирку, когда та выходила на конечные остановки и удалился в освояси. Женщина уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские ведут проверку. Тем временем в российском Минтрансте предлагают в ряде случаев, когда это угрожает жизни, запретить снимать с автобуса «Зайцев», к примеру, на мороз. Соответствующие поправки уже предложили внести в федеральный закон. Судья принял во внимание, что виновный в трагедии неоднократно менял показания и так и не признал, что в момент аварии был пьян. Как шло разбирательство по уголовному делу и будет ли продолжение истории? Расскажем в сюжете. 6 мая 2017 года. День, в котором оборвалась жизнь 20-летнего парня в ДТП УОКЦ. Такси на большой скорости выезжает на встречную полосу и сбивает двух студентов медакадемии, переходивших Ленина на зеленый свет. Виталий Геров через пять дней умирает в больнице, не приходя в сознание. Его спутница Мария Гришина выжила. Водитель Сергей Бурков, вскрывшийся с места происшествия, днем позже пришел в полицию с повинной. Прошу признать Сергея Владимировича Буркова виновным в совершении преступления и назначить его наказание в виде двух лет шести месяцев решения свободы в доме. Такое наказание для Буркова просил прокурор в октябре 2017 года после завершения следствия. Возобновить его и сменить статью на более тяжелую позволили показания нового свидетеля. По словам девушки, которая в тот злополучный вечер работала в одном из кафе, Бурков перед ДТП выпивал с друзьями. Последний и сам подсудимый все отрицали. Бурков утверждал, выпил после ДТП для храбрости перед тем, как сдаться. Вину свою признаю, ваша честь полностью. Я очень раскаиваюсь. Прошу не назначать, не трогать, не судить меня. Назначить любой условный срок. Суд приговорил к реальному. Четыре года и шесть месяцев Сергей Бурков проведет в колонии, а два с половиной года ему запрещено управлять авто. Родители погибшего Виталия Герова подадут апелляцию, намерены добиваться большего срока. По статье, максимальное наказание – семь лет тюрьмы. В раскаяние убившего их сына не верят. Нам неохота даже вот здесь находиться рядом с этим человеком в одном помещении, потому что убить другого человека и не испытывать никакой вины, не испытывать никакого раскаяния – это очень страшно, это очень серьезно и для нас трудно. Мы решили с адвокатом обжаловать этот приговор, потому что 4,6 мало по нашей позиции. Но кое-что нас устраивает, что во-первых, его признали по части четвертой, что он был в алкогольном опьянении, во-вторых, что дали общего режима колонии, а не колонию-поселение, как обычно дают по этим статьям. За развитием громкого дела мы будем следить и далее. Оксана Коростеленко, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Лишиться свободы, но уже на 7 лет могут двое молодых амурчан. Они дважды за пару месяцев ограбили в Благовещенске ломбарды, обогатившись таким образом на 360 тысяч рублей. Одно из происшествий даже попало на камеру видеонаблюдения. Злоумышленник попросил работника ломбарда показать золотые украшения, выхватил лоток из рук и сбежал. Его сообщник в это время караулил снаружи. Второй раз преступники действовали аналогичным способом. Сейчас оба задержаны, находятся в СИЗО. Во время обыска в полицейские нашли в их квартирах лоток и бирки похищенных ювелирных изделий. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Дети, не достигшие 15-летнего возраста, могут бесплатно отдохнуть в лагерях. Речь идет о тех, кто растет в малообеспеченной или многодетной семье. При этом для таких амурчан в 2018 году сохранятся все меры социальной поддержки, существовавшие ранее. Это прежде всего ежемесячная социальная выплата на оплату коммунальных услуг. Выплата рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Она рассчитывается в размере 30% от оплаты коммунальных услуг. Среди них право на льготный проезд, бесплатное школьное питание и лекарства на сумму не более 4557 рублей. Выплаты на приобретение одежды. Социальную поддержку многодетных семей президент России Владимир Путин в 2018 году назвал приоритетной задачей для всех регионов. При этом в стране продолжается реализация программы 2008 года. К примеру, неработающие амурчане при рождении ребенка получают пособие в 16 350 рублей. Кроме того, летать по России в этом году многодетные родители смогут по льготным авиабилетам. Аналогичным тем, что предоставляются молодежи до 23 лет и пенсионерам. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Минвостокразвития. Воспользоваться скидкой смогут только дальневосточники. В округе в общей сложности насчитывается 74 тысячи многодетных семей. Тарифы в Минвостокразвития обещают озвучить к концу весны. Еще один важный для россиян законопроект подготовило Министерство труда. Для нескольких категорий инвалидов отменят необходимость ежегодно проходить экспертизу. С таким диагнозом, как, например, синдром Дауна или нарушение свертываемости крови, инвалидность будет устанавливать бессрочно при первичном обращении. 256 миллионов рублей дополнительно в этом году пустят в Преамуре на ремонт и реконструкцию автомагистрали. Увеличить дорожный фонд, а также расходы на социальную сферу и медицину позволила реструктуризация бюджетных кредитов, проведенные Амурским правительством. В общей сложности казна Преамуре вырастет на 6 миллиардов рублей. Полтора миллиарда из них пойдут на предоставление жилья многодетным семьям, поддержку ветеранов боевых действий и пристройку пандусов для инвалидов-колясочников. 12,5 миллионов рублей дополнительно получит Минздрав. Увеличится финансирование высокотехнологичной помощи и обеспечение больных бесплатными лекарствами. 10 миллионов направят на организацию соревнований и выезды амурских спортсменов на состязания в другие регионы. Эти расходы предстоит утвердить в ближайшей сессии законодательного собрания. Благодаря сложившейся экономии потребность финансирования всех бюджетных статей будет закрыта полностью. В Благовещенске дали старт федеральному проекту «Наставники не рядом, а вместе». Открытие, куда собрались дети-сироты и их учителям, прошло в ЗАГСе. Мы постараемся, чтобы каждый наставник со своим подопечным обязательно встретился и определил план работы в шестимесячный период. Это тот минимальный срок, в течение которого основные ориентиры по работе с подростком должны быть выстроены. Проект «Наставники не рядом, а вместе» запустили в прошлом году по инициативе Владимира Путина. К нему уже присоединилось 55 регионов. Встречаться, делиться опытом и давать советы на любые темы амурским сиротам будут 13 человек. Среди них начальник ЗАГС Наталья Томилова, председатель Амурского союза женщин Жекелина Орлова, зампред правительства и по совместительству заслуженный врач страны Ольга Лысенко. Девочка 17-летняя, с которой мы будем вместе в этой ситуации, она не обязательно должна выбрать медицинскую специальность. Моя задача – посмотреть, какие есть проблемы в плане ее решения выбрать ту или иную профессию и создать условия, чтобы она все-таки реализовала себя. 33 страны и 3 российских города объехали супруги-путешественники Джон и Ева Махони. В их числе Монголия, Китай, Индия, Эфиопия, Ангола, Перу и Египет. Завершит кругосветное путешествие пара 3 марта в Москве. Накануне туристы приехали в Благовещенск. Почему выбор пал на наш город и как супруги оказались в столице Преамурья, сейчас расскажем. Это канал Джон и Ева, и мы находимся в Благовещенске. Вон там вот Китай, вот здесь Россия. Снять видео для 40 тысяч подписчиков на своем ютуб-канале. Канадцу и москвичке не мешает даже 30-ти градусный мороз. Ева к холодам привычна, а вот Джона греет символ их путешествия – ярко-рыжая борода. Решил ее отращивать два года назад. Тогда с супругой отправились в кругосветку. Доехав до Китая, Джон Махони узнал о приграничном Благовещенске. Я просто слышал название этого города, я не знал, я очень мало знал, но я знал, что прямо у реки, напротив Китая, я всегда думал, что это, наверное, очень интересно, как живут два разных народа, как бы, прямо, не знаю, несколько сотен метров друг от друга, но там совершенно другой язык, другая культура, другая кухня. Это очень удивительно, мне кажется. Из-за морозов путешественники успели сфотографироваться только на набережной, центральной площади и у Триумфальной арки. Удивили Джона и Еву невысокие здания города, поэтому Благовещенск показался им открытым, простым и маленьким. Говорят, в нем невозможно заблудиться. Сладба наша была в Канаде, очень повезло с погодой, 9 градусов было 27 декабря. История знакомства Евы и Джона удивительна. Уверена Екатерина Долгова. Встретились в плацкарте. На встречу в БГПУ она пришла, как их единомышленник. Раньше не думала путешествовать, но все изменилось в один момент, когда сгорел ее дом. Мы вложили туда очень много сил, времени. И, в общем, мы достигли эту цель. И после этого наше мировоззрение начало меняться. То есть мы поняли, что жизнь на этом не заканчивается, на уютном домике. И есть еще много интересного. Уже скоро пара Махони продолжит свое путешествие в Москву. До нее еще десятки российских городов. В некоторых устроят подобные встречи. Возможно, кого-то сподвигнут на путешествие. Но точно оставят в своем сердце частичку о каждом, как это случилось в Благовещенском. Любовь Чуприна, Дмитрий Тарасов, Андрей Белый. Программа «Город». Задать абсолютно любой вопрос губернатору региона, и даже не один, сможет самый везучий амурчанин. В социальной сети Инстаграм Александр Козлов проводит розыгрыш. Главным призом которого станет встреча с главой при Амуре в неформальной обстановке за чашкой кофе. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно быть подписанным на страничку губернатора в Инстаграм, поставить лайк публикации и отметить в комментариях трех друзей. Победителя назовут 8 февраля. Его определит специальная интернет-программа с случайным выбором. Претендентов, к слову, уже больше двух с половиной тысяч. В минус 30 и без верхней одежды. Благовещенской любительнице йоги Натальи Москаленко холода не страшны. Эффектные фотографии девушки, выполняющей сложнейшие упражнения, привлекли внимание пользователей соцсетей. Они просто заполонили профиль лайками. Со страстной любительницей физических и духовных практик на морозе познакомился наш корреспондент. Ранее утро на градуснике почти минус 30. Городской заснеженный сквер. И девушка босиком и без верхней одежды. Даже смотреть на практикующую зимнюю йогу Наталью Москаленко холодно. Ну, на морозе это, наверное, во-первых, драйв какой-то. Всегда преодоление своей, наверное, жалости к себе. Потому что я долгое время пыталась обливаться, не получалось. Ну, то есть я это делала, но мне всегда было себя жаль. А вот, ну, пройтись по снегу, иногда хочется, не знаю, какой-то такой полет души, наверное. Наталья занимается йогой вот уже 15 лет и выполняет сложнейшие стойку на голове и полет журавля. Задействованы все мышцы и тело выделяет тепло. Сложно поверить, но Наталье 46. Девушка уверена, сохранить молодость и красоту ей помог мороз. Она также практикует хождение босиком по снегу и окунается в купель. Мне молодой человек рассказал, что одна женщина, он наблюдал за ней, когда она прыгала в прорубь. Он посмотрел, что она возрастная, а выглядит она прям отлично. И он решил, что это именно от того, что она прыгает в ледяную воду. Я подумала, почему бы и мне не заморозиться. Наталья призналась, сначала занималась йогой на фоне заснеженной природы для красивых фотографий в Инстаграм, а потом втянулась и теперь занимается экстремальной йогой почти каждый день. Между тем, практики йоги зародились в Индии, где никогда нет холода и никогда не подразумевались для северных широт. Поэтому специалисты считают, что зимней йогой лучше заниматься подготовленным и закаленным не более 10 минут. Анастасия Афанасьева, Андрей Белый, программа «Город». В Благовещенске открылась масштабная художественная выставка московского скульптора Леонида Баранова. Экспозиция представлена в Кровеческом музее. Она включает в себя работы мастера, а также произведения других российских авторов. Уникальные работы удалось увидеть в нашей съемочной группе. Мы стоим рядом с фигурами Екатерины Баженовой-Казаковой, архитекторов, которые построили московскую усадьбу «Царицы». Презентация макета скульптуры «Царицы» и известных архитекторов, выполненного Леонидом Барановым и установленного в Москве. Сын скульптора открывает выставку отца во Мурской столице. Экспозиция путешествует по российским городам на протяжении четырех лет. Благовещенск в этом списке 16-й. Искусство должно быть везде и для всех. Цвети должны, все цветы, все искусство. И важно не для кого, а где в нашей стране. И вот что наши соотечественники это все увидят, это очень необходимое дело. На выставке представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство всех направлений. От реализма до сю и гиперреализма. Всего более 130 работ, 35 авторов, среди которых самый известный сам Леонид Баранов и, конечно же, живописец и скульптор Зураб Царителли. Посмотреть на скульптуры Кутузова Екатерины Второй Пушкина Салтыкова-Чедрена в день открытия выставки пришли больше ста человек. Среди них и студентка четвертого курса факультета дизайна ОМГУ Ирина Пакитько. Мне здесь нравится, это как бы, ну, посещать выставки всегда интересно, потому что это что-то новое, это для себя всегда открываешь, как в дизайне. Вообще картины можно использовать, ну, в своей деятельности, они всегда вдохновляют. И, ну, именно здесь, ну, мне понравилась вот эта абстракция. Возможность приобщиться к высокому искусству у благовещенств будет еще месяц. В марте выставка отправится в Китай. Наш город стал последним в череде экспозиций для российской публики. Сергей Иванов, Дмитрий Тарасов, программа «Город». А у меня на этом все, но не переключайтесь, впереди вас ждет постоянная рубрика «Но и неделька». Я благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске. Среду 31 января в Благовещенске. Утром кутайтесь на улице 25 градусов ниже нуля. При этом ни одной тучки. Западный ветер 3 метра в секунду. Днем столбик термометра поднимется до минус 14. Уже не так солнечно. Ветер сменит направление на северо-западное 2 метра в секунду. Вечером он будет едва заметным. Снова нагрянут морозы до минус 25 градусов. Ночью температурный фон тот же. Звезд не видно. Атмосферное давление в течение суток будет выше нормы. 755 миллиметров ртутного столба. Берегите себя.